Жила-была одна девочка. И были у неё такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел её, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли её Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдёт, то цветочек красиво рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее, и дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили три медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама медведица. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе три миски с кашей. Первая миска самая большая была папа медведя. Вторая миска поменьше была мама медведица. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела три стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли три кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю. Было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул и зарычал страшным голосом. «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась. «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все трое медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» Заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» Зарычала мама-медведица. Медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать, и тут он увидел девочку и запищал тонким голосом. И до сих пор спит в ней!» Папа и мама-медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась, отплачивая медвежонка, и сильно испугалась. Перед ней стояли три медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала, и тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую дочь. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой. Давным-давно в одной далекой деревне жила бедная девочка Карен со своей матушкой. Летом ей приходилось ходить босиком, а зимой в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги. И вот однажды старушка-башмачница сшила Карен туфельки из обрезков красного сукна. Она принесла девочке подарок ровно в тот день, когда мама Карен отправилась на небо. И бедной девочке не оставалось ничего, кроме как надеть новые туфельки на похороны. Хоть красные башмачки совсем не подходили для траура, других у Карен не было. В это время по деревне проезжала большая старинная карета, а в ней важная барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и решила забрать к себе домой. Много лет жила Карен с барыней и ни дня не снимала свои любимые красные туфельки. Но девочка заметно подросла и настало время купить ей новые башмачки. Так барыня повела Карен в магазин. Госпожа была уже стара, а потому не могла увидеть нужную пару туфелек. Тогда она попросила Карен выбрать самые скромные черные башмачки, которые впору надеть в церковь. Но на витрине магазина красовались ярко-красные туфельки. Они были точь в точь как те, что когда-то сшила для Карен башмачница. И вот девочка сказала барыне, что выбрала самые простые туфельки, а госпожа с радостью их оплатила. Настало воскресенье, и старая барыня приказала Карен собираться в церковь. Госпожа велела девочке одеться скромно и сдержанно. Но Карен так хотелось надеть новенькие туфельки, что она не удержалась и пошла в церковь в красных башмачках. И все люди на службе то и дело, что смотрели на ноги Карен. После обеда госпожа узнала от людей, что Карен пришла в красных башмачках. Барыня не вытерпела позора и решила пораньше уехать домой. Но у церковных ворот их ждал старый солдат. Он низко поклонился дамам, увидел красные башмачки и стал нахваливать их, как никогда прежде. Карен затанцевала от восторга. И тут ее ноги начали плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Девочка испугалась, хотела сбросить с себя туфельки, но они сидели крепко. Башмаки точно приросли к ее ногам. И Карен пришлось плясать. Она танцевала по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью, и днем. И вот одной ночью девочка очутилась на лесной опушке. Вокруг было темно и страшно. Как вдруг белый свет ослепил Карен. Это был ангел в длинном белом одеянии. За его плечами были большие крылья, спускавшиеся до самой земли. Он строго посмотрел на девочку и сказал, что за ее обман, гордость и непослушание она будет танцевать вечность, пока не иссохнет, как мумия. Не успела Карен сказать ей слово, как бы шмачки подхватили ее и повели дальше. Туфельки долго носили девочку по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты. Острые колючки впивались в ноги Карен и царапали их до крови. И вот доплясала она до маленького уединенного домика лесника. Девочка присела на крыльцо и горько заплакала. Она успела раскаяться в своем непослушании и больше всего хотела извиниться перед барыней. Когда лесник услышал плач девочки, он пожалел ее и решил помочь. Тогда он взял серебряные ножницы и разрезал красные башмачки. Карен была вне себя от счастья, ведь она снова могла управлять своими ногами. Теперь больше всего на свете ей хотелось вернуться домой. Девочка поблагодарила лесника, а он подарил ей старые деревянные башмачки своей дочери. Надев туфельки, Карен еще раз поблагодарила своего спасителя и побежала домой. Так, она мчалась по полям, пробиралась сквозь леса днем и ночью, пока не увидела очертания своего дома. Тогда девочка собрала последние силы и бросилась ко входу. Она вбежала в гостиную, где сидела печальная барыня, которая всю неделю оплакивала свою названную дочку. Увидев Карен, госпожа засияла от радости. Девочка бросилась в объятия своей кормилице и стала извиняться за свое непослушание. Конечно, госпожа простила Карен, а девочка пообещала больше никогда и никого не обманывать. Субтитры создавал DimaTorzok